В Доме правительства состоялось очередное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних в защите их прав. Встреча проводилась под руководством заместителя председателя правительства Карачева-Черкесии Джанибе Касуюнова. Далее расскажет Дарья Тендит. Охрана прав несовершеннолетних на половую неприкосновенность и полноценное развитие является одной из наиболее актуальных задач и приоритетным направлением уголовной политики Российской Федерации. Начальник отдела участковых уполномоченных полиции подразделений ПДН МВД Карачева-Черкесии Кемал Гербеков представил статистику за 2023 год. Отметил снижение процента совершенных преступлений на территории республики. Он выступил с докладом об эффективности мер по предотвращению и пресечению преступлений насильственного характера в отношении несовершеннолетних. Совместно с представителями органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проведено 938 рейдов. Проведено 3173 общепрофилактических мероприятий, таких как лекции, круглые столы. Из них 1613 перед учащимися учебных заведений, 469 на родительских собраниях и 115 это по средствам массовой информации. В ходе заседания обсудили проводимую работу по защите прав несовершеннолетних на территории Урубского района. Было отмечено, что с детьми и их родителями проводят профилактические беседы. С несовершеннолетними работают социальные педагоги и психологи. Акцент разъяснительных бесед делается на пресечении травматизма и насилия подростков. С отчетным докладом выступил заместитель главы Урубского района Казим Тимиров. В течение года на постоянной основе с сотрудниками ПДН совместно с ответственным секретарем комиссии посещались все общеобразовательные организации района, то есть 13 общеобразовательных учреждений. Отсуществлялись профилактические мероприятия, направленные на ранее пресечение правонарушений подростковой среде. Проводятся лекции на актуальные для нашего времени темы с показом видеороликов, фильмов и разъяснениями. Об организации работы по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи в образовательных учреждениях рассказала Гока Гербекова. Она отметила, что программа направлена на создание комфортных психологических условий для нормального развития успешного обучения детей. Вовлечение подростков в социально-массовый досуг имеет эффективность проверенную временем. Растет число детских и молодежных патриотических объединений. Возросли уровень и эффективность проводимых мероприятий, в которые ежегодно привлекаются более 32 тысяч учащихся и более 7 тысяч студенческой молодежи. По итогам заседания был принят комплекс решений, направленных на защиту прав и профилактику совершения преступлений несовершеннолетних. Дарья Тендит, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия.